Здравствуйте, друзья, садоводы. Железа Валерия Константиновича представляет своих друзей. Виталий Александрович, аспирант и моя ученица, одна из главных и самая, наверное, перспективная. Я сейчас, кроме вот таких фильмов, составляю так называемый отдельный совершенно папку, отдельный фильм с самыми дикими, глупыми, невероятно смертельными советами. Вот, почему мне нужны такие ученицы и такие друзья. Вот, представим себе, когда человек на центроканале, на федеральном, в телеканале «Бобёр» раскапывает корни у взрослого дерева в середине лета, обнажает их полностью и говорит, три с половиной месяца они будут, заметьте, в июле, они будут закаляться. И эта дурь проникла вообще, после неё о просмотрах-то наверняка сотни тысяч, если не миллионов, увидевших. Представьте, что будет дальше. Не все, нет. Но если каждый десятый возьмёт лопату и пойдёт заниматься дурью, а потом, когда придёт время закапывать через три с половиной месяца, вот, и они тогда окажутся под снегом. Вот, а считать-то не умеют, что сказала бы хотя бы два месяца, два с половиной. И вот это вот федеральный канал. И вы видите перед собой очаровательную девушку, очень умную, грамотную, невероятную. Три страницы только работ научных, сделанных студенткой. Она уже, она и была лучшая студентка, она была стипедианткой путинской, но до сих пор, до сих пор никто её не выделяет в особую касту. Вот, и тогда я подумал. А не будущее ли это, если вот так вот звонить на всю Россию, как я долблю, 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 не это ли будущее главной телевизионной, телевизионная звезда под названием «Фея уже опорочили» это, знаете, колечо дерева, и говорят, мы феи. «Фея с секатором». Это ж придумать такое, друзья. Феи, неудобно уже их, это, как сказать, дальше. «Фея с секатором». И вот одно из будущих возможных применений таких вот умниц, да, это даже не наука, это ведущая, звезда ведущая одного из центральных телеканалов, где, может быть, толком никогда и не было представлено садоводство. Но должно быть, потому что, господи, нас же давят, а мы всё жрём импортные отравленные фрукты, а скоро и их не будет, когда вы берёте в руки персик или яблоко или грушу импортную, перед вами дилемма, травится себя, травит ли детей, или вообще без витаминов остаться, что перевесит, я и сейчас не знаю. Кричать громче всех, а вы знаете, что у меня громкий голос, не ешьте импортные фрукты. А что есть? Картошку одну? Вот такие проблемы. Итак, перед вами вот такой вот внешностью может быть будущая звезда садоводческая в плане учёбы всей страны. А уж так, как она умеет, никто больше не расскажет. В современности сейчас на всех каналах, на многих каналах есть такие передачи, но равных ей нету. А может, останется учёный. Но вы знаете как? Мне вот эта фотография, она очень красноречивая. О чём она рассказывает? Давайте посмотрим. Это Мичуринск. Это сам Иван Мичуринск. Ведь это такая лицемерие дикая. Его учение не просто забыто, запрещено. И всё равно он остался символом отказаться. С символом никто не отказывается, хотя его вегетативная организация признана лженаукой. Вот этими людьми. А теперь посмотрите, что она делает. Объекты исследований. 15 сортов абрикоса из различных регионов мира. Ну, самое лучшее. Это естественно. Я уж не говорю, что они у Железова. Я даже не намекаю об этом. А её работа, она как раз этому и посвящена. А теперь смотрим дальше. Значит, вот это внимание зала, честно говоря, им всё это, такое впечатление, всё им по барабану. Понимаете? Вот мне кажется, и всё. Вот. Поэтому надо находить новые таланты. А новые таланты – это школьники и студенты. Значит, надо заниматься пропагандой. Лучше пропагандой, чем телевидение, сегодня нет. Ещё интернет. А вот как раз вы это видите в интернете. Ну, что, продолжим. Значит, одно из открытий наших уже совместных. Мы проверяли температуру каждый день, проезжая майну. А там табло. И на нём, допустим, написано температура минус 20. То здесь обязательно будет 25-28. Это просто фотография напоминала. Я говорю, встань, вот я говорю, сейчас покажу, что мы не просто мёрзнем, мы работаем. Елена Александровна. Вот так, вот такая вот я сделал, как бы сказать-то. Вот такое разъяснение. А, вот, вот, кстати. Минус 30. Минус 30. Это всё, это мой участок. Это, сейчас скажу, правой стороны Анисея. Почему-то тянет всё туда. Сейчас это. Ну, у меня этому, там десяток таких фотографий. И там есть дата. И получается, на той стороне мерили и на этой мерили. А дата одна. То есть, всё без обмана. На 5-8 градусов здесь всегда холоднее. Вот. Я уже почти разгадал эту загадку. С горы стекает холодный воздух и тянет на ту сторону. Такая своеобразная ландшафт. А посёлок Майна считается центром садоводства немало из-за того, что там микроклимат. А многие думают, что у меня микроклимат. А у меня всё-таки холоднее. Но это не самый холодный день был, естественно, что вы видите на экране. Ну, что вы тут видите? Вы видите 29 или 30 градусов. Видите? Вот. Но это не самый холодный день и не самая холодная ночь. Ночью в этом году, это январь 2021 года, всегда под 40. Но, тем не менее, здесь даже персики зимуют неукрытые. Ладно. Но мы же не про это, мы же про Иоанну Санну. А вот это наши дети. Теплица. В какой-то момент я сюда посадил персики. Надоело бояться. Знаете, я десятки лет боялся за абрикосы, за сливы, за груши сладчайшие. Теперь уже точно не боюсь. Они выдержали даже не мороза, это само собой. И ни хрена им не сделалось, даже, вот чаще всего даже урожайность не снижается. Бывает, снижается. Ну, скорее, за заморозку все без обороза. Вот. И еще о другом. Вот. Нет, оказалось, главное. У нас было предпоследнее лето. Невероятно холодно-сырое. Поселок Шара. Центр этого, восточного сибирского курортства. Вот. Остался без посетителей. Никто не поехал. Холод, дожди, холод, дожди. Задокументировано. Ни на одном абрикосе нет ни одного пятнышка парши или других каких-то грибков. Ни на одном. Это был шок. Для меня самого шок. Неужели сбылось? Неужели я не заряженность прошел? Под подосень начали немножко портиться листья на яблоних и на грушах. На абрикосах, казалось бы, самые нежные, самые беззащитные. Ни одного, Елена Александровна подтвердил, а персиков все-таки субтропики. В какой-то момент нервы не выдержали, замерзли. Половины нет, половина до снега. А там все-таки восстановились. Но нервы не выдержали. Я их посадил в теплицу и сказал, ребята, это ваша работа. Сейчас натаскаете снега. Зачем? С неба снег не падает. Это, кстати, Иван, ее брат родной. А это мой Тимоша внук. А это его друг. В общем, вы поняли, в чем смысл этой фотографии. Елена Александровна ее обследовала и не нашла ни одной капельки грибов. Почему сразу говорю? Здесь 16, кроме открытой двери, постоянно 16 порточек. Вот. Вот это вот тоже, получается, раз стоил брат, значит, он и попал в досье Елены Александровны. То есть у меня целое досье на нее. Это означает, что категорически запрещено не подсыпать снег, даже поднежные деревья, не наоборот отгребать. Снежный наст. Это святое. А почему все-таки снег-то нужен в теплицу? Вот. Поэтому я говорю, подальше от саженцев и грибите. Только подальше от саженцев. Вот она Елена Александровна. Вот это жердель с Украины, привитая на мажорский абрикос. Дерево-рекордсмен, больше 20 ведер. Вот. И вот сейчас она на цыпочках уйдет оттуда. Этот наст, святое, нетронутый. Оттаптывание допускается только перед весной на саженца, которые могут сожрать мыши. Вот. Елена Александровна, я показываю, да, не укрываю, но учебный фильм. И что это она сказала? Елена Александровна, берем две эти самые, две дощечки, крайние ветки, прижимаем, а дальше их закроет снег. Вот. А дерево, это когда оно, ничего опять мы не подсыпаем, что есть, то есть. Дерево, а само персик, да, остается, растет, как ни в чем не бывало. Ну, если вот так он замерзнет, порнет снега, ну, и черт с ним, вот эти ветки поднимем, он за год восстановится. Ну, черт с ним, это громко сказано, жаль. Но я не говорю, что это идеальный случай. Многие целиком в дереве наклонные формы придают, придавливают в земле и полностью укрывают. Потом с дерева имеют даже по 10-20 килограмм персиков, да. Но, тем не менее, это самый простейший способ, когда все некогда, две палки воткнул, придавил и дальше пошел. Вот, так, 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 еще один персик. Вот, фотографировались, еще раз фотографировались. Не помню, мы вместе его привалили или нет, это 2001 год, а персик вот пошел третий год. Здесь глина растет плохо, правда, вот осени этого года, это уже два ее роста, вот это вот. Ну, это отдельная тема. Значит, опять 20, ну-ка, 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 здесь 24 градуса, здесь, ладно, проехали. Вот здесь вот я показываю, что если пришлось пилить дерево, а некоторые не представляют собой никакого интереса, а место нужно освободить, чтобы где-то рядом метр и полутора посадить в другое дерево. Вот, я говорю, вот на срезе все видно. Вот, и самое главное, что этот способ, я его называю патологоанатомией в садах, а на всей планете изучаю я один. Вот, меня часто упрекаливает, ты такой заносчивый, что ты взял, что ты один, я говорю, а вот покажите мне свои распиленные деревья, раз вы так обиделись, покажите распиленные деревья других. А у меня целая коллекция, и на ней вся картина, почему нельзя делать, в принципе, обрезку, а самую страшную обрезку на кольцо. Ну вот, Ирина Александровна, вы знаете, это лоба, сорт, да? Вот, и угощаю я ее так, и думаю, а много у нас настоящих деревьев лоба, а не тех, которые нарисованы или сфотографированы фотографией с этого, с интернета, а якобы продают лоба. Вот это настоящий лоба, это настоящий сад, это все натурально. А потом, да, вот так, знаете, что сделают? Вот так отрежут. Многие не стесняются вместо дерева с 20-30 ведрами, как я, показать, что вот действительно саженцы дадут такой рожай. Вот так вот вырежут, вот так руку отрежут. Ну, конечно, это, виртуально отрежут. Не вряд ли вот так отрежут. И с одним яблочком вам покажут, что да, лоба у нас есть. Вот. Ну, этого, естественно, я и показываю. Никогда, вот тут страшную рану я не делаю. Да, дерево старое, ему пошел четвертый десяток, это абрикос. Да, выбросил ветки, которые я называю бесценные и неприкасаемые, в отличие от тех странных людей, которые оставляют умирающую ветку, а свеженькие, а караул волчки жируют. Вот. И здесь второй момент. Это, вот это когда-то я отрезал, да, и оно медленно умирает, почему? Отсыхает, покрывается грибами, это нормально. Это грибы, работники, я их уважаю, они делают свою работу. Они вот только мертвичину едят. Они никогда вот тут их не будет. Никогда. Вот. А если бы я отрезал целиком, то дерево бы страшнее, возможно, уже бы эта ветка вся была бы сухая. У меня такие примеры есть. Вот. Здесь, знаете, как он почему такой высокий? Для этого есть две причины. Это аномалии, это ненормально. Это манджирский абрикос. Вот тут плохо видно, но по пояс здесь росли эти войлочные вишни, вон они. И он среди них был вынужден лезть, лезть, лезть поближе к солнцу. С одной стороны. Теперь, пока до полдень, вот за этой моей избой, моя роскошная изба из опилок и досок сделана. Вот. Это все, что я наживу, потому что я, это, сейчас смеяться будете. Настоящий меценат. Причем в процентном отношении я больше денег трачу на больных, на детей, на стариков, на все. Процентном больше, чем все олигархи, все остальные России. Вот. Но, тем не менее, живой. Вот. И даже зарабатываю достаточно, чтобы прокормить кучу, помочь куче народу. А вот здесь вы видите, значит, что второй момент, это вот эта изба, из-за которой вдруг я раз, как называется, разоткровенчился. За ней полдень, то есть солнце оттуда. И здесь вот долго тень держится. А когда тень вот здесь, вот где рука, допустим, вот так, вот так, вот так, то он еще выше лезет. Это, будем считать, что немножко лекция. Вот. Персик, который у Кёрлыча уже потолок. Вот. Видите? В руке у нее листья, которые она должна исследовать и найти там гриб. Не дождется. Вот так вот. Не найдет. Вот. Форточки раз, это тоже, синие тоже открыто. Раз, два, три, четыре, пять форточек все открыты. Здесь все на этом, стандартные, которые мы покупаем, они сделаны очень умно, они сделаны, как сказать, то есть само инженерное решение, все нормально. Вот. Кроме одного, забыли самое, самое главное. Форточки забыли. Представляете, и получается настоящий, что тебе сказал, гнойник. Настоящий, этот самый, заповедник для плесени, для грибов, для всего. Вот, вот она обследует. Все ищет, ищет. Ну, пусть ищет. Вот. Настолько настремная дама мне попалась, подруги, в самой ученице. Я уже жалуюсь на нее. Видите? А Ивана, я уже говорю, Иван, дорогой, не размывай корни, не лей прямо на штамп, отступи. Даже это учеба. Видите, корни-то где? Корни вот тут вот, уже в метре. На штамп лить бесполезно. Придуманные ямы для, как называется, ямы для полива, так и называют. Это глупость высочайшая, которая за сотни лет угробила, нет, и миллионы деревьев. Какие миллионы? Что так много? Нет, сотни миллионов. Поверьте мне, во многом из-за этого обстранения табрикосов и груш, гниют на корни в этих ямах. И до сих пор, в 21 веке, в 20-м году, в прошлом, это ролик, когда доктор наук посадил, ладно бы, вот и в ролике написано, для посадки яблони, запятая грушу. Садил яблони, подразумевалась груша. Не имея понятия, что яблони терпят сверху, нет, и эта яма смертельная, он ее взял еще какую, выкопал глубокую, она еще просядет, так мало того, что просядет. Ее бы приподнять бы дерево, он им бортики сделал. Доктор науки, ну, господи, ведь ты когда-то, судя по возрасту, учился давно. Лопату взял впервые, видно было, как он с ней обращался. И вот эту старую гнилую технологию в 20-м году, 21-м века пропагандирует. А просмотр у него десятки раз больше, чем у меня. А вот эта наша аспирантка изучает то, что я ей показывал. То есть, здесь когда-то погибла желтая уссурийская черешня. Еще в 2078 году, я помню, эту черешню угощал телевидение. Это сколько лет прошло? 13, наконец-то она погибла. 13 лет назад, а у меня же есть эти, знаете, как они называются? С телевидением снятые диски, да, есть. И там как раз этот момент, когда я угощаю желтой, плодами желтыми. Вот пришло время, она погибла. Вот, пошли корневые отводки. Но дело-то в том, что груша была вот здесь, ой, черешня вот здесь привита. А это-то подвой-то, это самая вишня. И это веточки вроде бы вишни. Но уже те, кто маленечко разбирается, уже скажут, какие-то странные побеги. А не черешневая ли они? Не заразила ли черешня подвой? Сейчас я еще крупней, смотрите. Вот, видите, какие? А черешня темнее. Ой, вишня темнее, да? Вот. Была попытка еще раз привить черешню. Не удалось. И теперь для меня вся надежда, что еще эта фотография была сделана в 20-м году. А уже после этого еще год поросло. И в следующем году, весны, я жду, когда цветет. И окажутся не красные вишни, а черешни или вишни, или черевишни, но с желтыми плодами. И вот это будет еще один камушек, гирька на мою пользу. И гирька, которая утопит окончательно, десяток таких гирек, окончательно утопит утверждение, что методическая организация уже наука. Вот. Ирина Александровна мотает на ось все, что я скажу. Я очень сомневаюсь, что она может ли, праве объявить где-нибудь на, например, на очередном форуме. Вот я показывал, да? Что методическая гирька существует. Я же могу просто-напросто посчитать. Курдюмов, например, он закончил Тимиряевскую академию, ученый-агранул. Когда мы написали мою книгу, в том числе, про вегативную гуманализацию, его другие выпускники Тимиряевики предателем сочли. Вы понимаете? Как так? С кем связался? Железов? Какая это? Он, как цитировали, это Тумановский, я тут, это не шутка, это миллион сто тысяч подписчиков, вот. Крупнейший канал Тумановский и две выпускники Тимиряевики процитировали, что это темная гуманализация, это лженаука. Вот. Их, то есть, по-русски говоря, железом хердей занимается. А Ирина Александровна придется, наверное, пока не станет академиком, ей будет молчать, потому что академика уже не уволишь. А сейчас могут сказать, ты что, девочка, откуда сбежала. Вот такая вот, извините, я с такими своими словами так это литературно рассказываю о проблемах. Вот. Здесь то же самое, мы ищем, как в этим... Мне до сих пор нет ни одного случая, один есть только, когда в дырочку, этот самый, так называемый червячный канал, было наполовину утащено листик. А может быть, он случайно воткнулся в него. И вот, и мне все надо, 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 надо доказательство. Понимаете, вот сейчас, что тут у нас? В ноябре, да, то есть поздняя осень. И, когда придет весна, здесь листьев не будет. Соответственно, будет процентов 5 от того, что вы видите. Куда они делись? Ну, понятно, червяки. Но мне доказательство надо, ведь их убивают с таким удовольствием. Представляете, цепочка, да, корни, микориза, черви, грибы, бактерии. Все это работает дружно, прямо как это. Там под землей аж хрустят челюсти у всех, пусть такие, для нас неслышимые. Но дело-то в том, что вначале дерево искалечат, листья все выгребут, под землей начинается голод, настоящий стопроцентный голод. Дерево начинает болеть, давайте подкормим, ладно. Хотя какой смысл кормить-то, когда украли споропищу. Представляете, у вас бы весь дом вычистили, холодильник вычистили, со стола крошки бы даже смели. Вот подождали две недели, и когда вы собираетесь уже подыхать от голода, вам принесут сразу. И причем не в том количестве разнообразия, в листьях же все, там листья, там это все, долго говорить, вся таблица медилевая. А то, что вам принесут, скажут, знаете, жрите, вот он котел с мясом, вот, и вы жрите только мясо, а в это время не хватает, углеводов не хватает, еще чего-то. Вот, и вот это вот является дикостью, потому что дерево болеет, его надо еще тогда полить эндокимикатами. Поливает от нескольких раз до сорока раз за лето, а потом последние черви умирают. Вот, и наша песня хороша, начиная сначала. Ну что получается, наговорил я много, а сейчас мы, мной принято решение больше 30 минут не продолжать. Давайте это мы пропустим. Вот, ну, приросты последнего года, это тоже мы изучали. Она мерила, она докладывала в Красноярске, что сад железовый необычный. Вот, это отдельная тема морозобоины. Это отдельная тема, но никаких обрезок на кольцо. У железового всегда остаются пенечки, и они, эти пенечки, хоть и вынужденная обрезка, но, по крайней мере, не такая смертельная, как обрезка на кольцо. Вот это все мерилось, все, что больше двух метров. Замучилась бедная девочка замерять, вот, замерять. Вот, и эти тоже мерились. Вот. Ой, как мало времени осталось. Дикость страшная, дикость, дикая страшность, когда отрезают ветки, не зная, что первое урожае всегда на цветении, и урожае на концах веток. Не зная, с огромным удовольствием режут, 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 превращая садоводство в эту самую, в патологоанатомию, я уж по-другому не говорю. Сеянцы, которым на этот момент исполнилось 5 лет, я замеры делаю, она не обижается, в Савиничах. Потом, вот, а здесь получилось 3 Савинича еще с этим, с хвостиком. Извини, Лена, не обижайся за такие образные сравнения. Но зато, когда я мерил в Тимошках, тут получалось где-то 5 Тимошек. Вот, и получалось, что в Тимошках, сейнцевые абрикосы с сихотолинем, Тимошка гораздо длиннее, гораздо. Так, ну ладно, ой, господи, сейчас лишнее ляпну. Вот, осталась одна минута. Колновидные яблони тоже изучаем, но это отдельная тема. И это опять мерим, а это уже слива на абрикосе. Отдельная тема, оказывается, венгерки со всей душой могут приживаться на абрикосах, ну, во-первых, культурных, а во-вторых, именно венгерки. Посмотрите, прирост. Вот. И снова, снова, снова. Опять персики. Так, а теперь приходится уже в моей квартире все это обдумывать, соображать. И это часть ее работы, пока она, конечно, наверняка, я не знаю, в каких-то рамках, то, что ей можно изучать. Вот это вот ее брат Иван. А почему? Потому что у нее осталось полминуты, может быть, я спасу, что-то жить, где угодно доставайте противогазы. Жители высотных домов. Вот. Любой пожар, вы задыхаются, из 10-9 не сгорают. А задыхаются от дыма. Умирают от дыма. Противогазы, это должно быть такое, я же не говорю про атомную войну, но в мирное время тысячи людей просто задыхаются насмерть. Ну, вот, пожалуй, и все. Может, уже больше и не надо. Третья серия готова. Вот. Третья серия готова. Да, кое-что вы уже и знаете. Все, друзья. Время истекло. Пока.